Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, мы проведем традиционный вебинар, который состоится в 15.00 по московскому времени. Тему вебинара предлагаю выбрать вам. В нашем телеграм-канале мы традиционно после этого эфира запустим голосование. Предложим несколько тем на выбор, которые будут касаться совершенно разных финансовых инструментов. И та, которая наберет больше всего ваших голосов, то есть будет более интересной вам, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Что ж, друзья, это неделя заседания американского регулятора, заседания Федрезерва, которое состоится в среду. После среды сразу в четверг нас ждет заседание Европейского центрального банка. Как минимум, скучать нам точно не придется. Я бы даже сказал, что волатильность, которая нас ожидает в ближайшей торговой сессии, может превысить интенсивность движений финансовых инструментов, которые мы видели после выхода данных по Non-Farm Perls и отчета по инфляции. Поэтому нужно пристегивать ремни, конечно же, контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Это принципиальные вещи, которые, как и всегда, очень важны. Помимо заседания двух ключевых регуляторов, нас ждет еще блок макроэкономической статистики. Это годовые данные по ВВП, заказы на товар длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице. Это статистика американского происхождения. Поэтому для доллара будет дополнительное топливо. Для движения я очень рассчитываю на то, что после заседания Федрезерва американская валюта окажется на еще более низких ценовых уровнях. И с чем это связано, я попробую аргументировать свою точку зрения, что, собственно, на каждом последующем брифинге до заседания Федрезерва, ну, я надеюсь, что если вы следите за моим аналитическим контентом довольно-таки давно, вы знаете мое отношение к доллару и вы знаете уже вот эту цепочку рассуждений, причинно-следственную связь, которую я выстроил для вас для того, чтобы вы тоже понимали, почему американская валюта, в принципе, уже оказалась на тех уровнях, на которых торгуются, почему этот инструмент крайне уязвим для дальнейшего снижения. Текущие котировки по индексу доллара 100.78. Есть ли какие-то фундаментальные предпосылки, причины того отката, который мы наблюдали с конца прошлой недели? Я думаю, что фундаментальных причин нет. Это только лишь технические факторы и, в принципе, это нормальное явление, когда после затяжного снижения инициатива времени переходит к другой стороне, но в данном случае к покупателям, которые смогли вернуть этот актив выше 100 пунктов. Но поскольку нет фундаментальных причин, техническая коррекция вряд ли сможет перерасти в нечто большее и стать началом нового долгосрочного тренда, потому что оснований для этого ровным счетом нет никаких. Более того, все отчеты, которые мы анализировали на прошлой неделе, буквально все, это статистика, которая еще раз подсветила нам возможность того, что американская экономика из-за текущего высокого уровня процентных ставок может оказаться в некотором подобии жесткой посадки. Я не буду называть это прям серьезной рецессией, но экономический спад под конец этого года практически неизбежен. Из отчетов, которые вышли на прошлой неделе, это промышленное производство, роничные продажи, строительство новых домов, выданные разрешения на строительство, продажи на вторички. Все эти отчеты подсветили нам, что американская экономика очень уязвима. И вот этот блок даже, большинство отчетов касалось рынка недвижимости, который наиболее чувствительный к изменению ключевой процентной ставки, доказывает то, что при текущем уровне процентной ставки американская экономика буксует. И я до этого уже много раз акцентировал ваше внимание, что дальнейшее повышение ставки это может быть даже совсем неправильное решение, плохое с негативными долгосрочными последствиями. Ну, конечно же, Федрезерву виднее. И я очень рассчитываю то, что повышение процентной ставки, которое ожидается буквально через несколько дней, станет последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. И если окажусь прав, то, собственно, после июльского повышения ставки, даже во время пресс-конференции в эту среду, мы сможем услышать от руководства Федрезерва, что с дальнейшим повышением ставки придется повременить. Это как одна из форм предстоящих высказываний, которые мы можем услышать. Но если будет заявление о том, что, скорее всего, текущий цикл ужесточения политики будет окончен, то, конечно же, на этом фоне индекс доллара окажется в числе аутсайдеров и обновит новые локальные минимумы. Наверное, главная интрига, которая сейчас еще есть на рынке, это насколько ФРС повысит процентную ставку в эту среду на 10 байсных пунктов, либо на 25. Я считаю, что повышение ставки на 25 байсных пунктов, оно, конечно же, возможно, но будут склоняться еще в сторону меньшинства, которые сейчас полагают, что, скорее всего, повышение составит всего лишь 10 байсных пунктов. Даже такой скромный шаг будет воспринят как начало будущего смягчения экономической политики и может стать дополнительным поводом для распродаж американского доллара. Аналитики HSBS прогнозируют, что до конца 2024 года индекс доллара будет под давлением, и их цель в районе 95 пунктов. То есть с текущих уровней, по сути, можно сказать, что они ожидают снижения индекса доллара больше, чем на 5%. Очень агрессивная цель, но мне нравятся такие, скажем, целевые ориентиры, потому что они дают возможность рассчитывать на очень хорошую прибыль, профит в долгосрочной перспективе. Поэтому, если вам импонирует точка зрения, что доллар окажется под давлением, то нужно метить, конечно же, на уровне сначала 98-97 и потом уже потенциальное снижение в районе 95. По другим финансовым активам европейская валюта 1.11.21, ждем также решения Европейского центрального банка по ключевой процентной ставке, учитывая рост базовой инфляции. Это данные, которые подтвердили рост инфляционного давления на прошлой неделе. Я думаю, что Европейский центральный банк снова пойдет на повышение ставки. И мое субъективное мнение, то что ставка будет повышена точно и в июле, и в сентябре, то есть как минимум на 50 базисных пунктов. И в связи с этим длинная позиция остается в приоритете. Я хочу также отметить, что это не противоречит идее слабого доллара, потому что индекс доллара и евро-доллар коррелируют между собой. Британская валюта 1.2857, здесь пока что тоже длинная позиция остается в моем портфеле, потому что я уверен, что Банк Англии очень скоро на следующем заседании повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов из-за того, что базовая инфляция в Англии остается на самом высоком значении среди всех развитых стран. Заместитель главы Банка Англии Рамсден на прошлой неделе допустил возможность трех повышений ставки. Это в принципе то, о чем я ранее говорил, то, что британский регулятор просто обязан дальше ужесточать монетарную политику, потому что в противном случае инфляция так и останется на вот этих космических и запредельных уровнях. Ронечные продажи в Англии выросли в прошлом месяце на 0,7%. С одной стороны, это позитивная статистика и в принципе можно сказать, что это еще один фактор поддержки для британца. Но с другой стороны, нужно понимать, что рост ронечных продаж скорее всего является следствием значительного повышения заработных плат, которые разгоняют инфляцию. Долгосрочные последствия для экономики будут из-за этого крайне негативны, потому что инфляция остается стабильно высокой. Но краткосрочные как раз могут стать дополнительной мотивацией для Банка Англии и дальше повышать процентную ставку. Поэтому цели сейчас уже краткосрочные 1,30 и движение еще выше. Золото 1958 долларов за тройскую функцию. Быстрого движения к отметке 2000 не произошло, но это не значит, что золото потеряло этот импульс восстановления и утратило сейчас вот этот потенциал, рост указанных планок. По данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, за прошлую неделю общий спекулятивный лонг, друзья, достиг со стороны институционалов. Значение в 193 тысячи контрактов. Это рост 165 тысяч буквально две недели назад. И это доказывает, что институционалы кладывают деньги в золото, потому что уверены в развитии восходящего тренда. Учитывая потенциал слабого доллара, я думаю, что золото все же сможет добраться до цели, которая была обозначена ранее. Доллар канадец 1,3218. Ждем снижения к отметке 1,30. И главный фактор поддержки – это нефть, которая сейчас растет. Бренд котируется на отметке 80,75. Снижение предложений и анонс новых мер экономической поддержки со стороны Китая – это, безусловно, мощная составляющая текущего локального роста. Наша цель – 85. Я думаю, что мы очень скоро до нее, друзья, доберемся. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!